Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Но это уже можно даже назвать не огородной азбукой, а огородными мелочами, потому что я все, все, что я делаю, все, что вас интересует, я все в виде вот таких маленьких видеороликов вам выкладываю. И сейчас я вышла в теплицу распекировать мои маленькие гномиков, низкорослые, короче, томатики, и увидела кастрюльку, про которую у меня как раз спрашивали. Вот сейчас я отвечу на вопрос, который задают некоторые люди, про высоту стеллажа. Во время моих видеосюжетов все уже поняли, что стеллаж второй вот этот с рассадой у меня очень-очень высоко. И когда я говорила, что я стою на кастрюльке и боюсь упасть, людям стало понятно, что я с земли даже достать до него не могу. Вот я сейчас подошла к этому стеллажу, вот они эти лотки, они находятся у меня на уровне вот носа или глаз. Все, я вот приподнимаюсь на цыпочки, я еще могу туда заглянуть, но сверху я посмотреть не могу без подставки, поэтому у меня здесь дополнительная подставка. И, конечно, людей интересует, зачем так высоко, к чему эти проблемы, залазить куда-то на кастрюльке, на ведерке. Вообще, вот видите, рассада стоит почти под потолком у теплицы. Я сейчас вам покажу термометр, и вы все поймете. Конечно, у нас есть и второй вот здесь нижний стеллаж. Он расположен на, ну, примерно полметра от земли. Он расположен в обычном режиме, так, как люди делают всегда. Но сейчас я на ночь на нем ничего не оставляю. Я вот эту рассаду поставила для того, чтобы начать пикировку. Она, видите, уже хорошо разрослась, такая густо-зеленая. Но ночью они стоят все наверху, потому что вот сейчас я вышла на улицу минус 2 градуса. Здесь немного потеплее, но ночью тут очень сурово. Я вот сегодня выходила 5-7 градусов. И, глядя на нижний градусник, у меня тут 2 градусника, 2 температуры я проверяю. Глядя на нижний градусник, вот сейчас днем, я вижу, что на нем, ну, 15-16. Но если мы поднимемся на уровень второй полки, у меня здесь второй градусник контрольный, то мы увидим, что на втором градуснике показания намного выше 22 градуса. Ну, это и естественно, потому что еще со школьной программы мы все знаем, что по закону физики весь теплый воздух поднимается у нас наверх. Значит, тут самое комфортное место. И если бы я внизу не рискнула вот эти томаты оставить, то вверху они чувствуют себя намного лучше. Зачем мы оставляем, вот рискуем эту рассаду томатную, зачем я оставляю на ночь? Ну, тут всем ясно объяснение. Нынче весна затянулась, в прошлом году в это время вот эта вся-вся рассада, она уже была на своем месте или в теплице. Вот, видите, там тоже мы на день, ой, на ночь все это оставляем. Перцы у нас тут не сидят, потому что они более теплолюбивые. И естественно, почему мы ее здесь держим? Дома тепло, и если дома держать в таких теплых условиях, в жаре, она разрастется еще больше. Вот высокорослые сорта вот эти, они уже почти готовы, вон у них выдвигается цветочная кисть, я через 3 дня их буду высаживать в теплицу, но до этих пор я их буду держать здесь в прохладных условиях, чтобы не понизить качество рассады, чтобы она не вытянулась вся, чтобы она была более-менее такая, ну как, толстоствольная, чтобы стволики у нее были толстенькие. Но, конечно, и замораживать ее совсем не хочется, поэтому вот на нижнем ярусе я ее не держу, все поднимаем наверх ночью. Вот для тех, кто хочет какие-то установить стеллажи или полочки, для того, чтобы в самые ранние сроки можно было держать рассаду в теплице, кроме вот такой основной полки или стеллажа, где очень удобно выставлять все, но уже тогда, когда будет теплее, а в тот период, когда холодные ночи, когда днем, вот у нас сегодня днем минус 2, и внизу очень холодно, это сейчас температура поднялась до 16, а утром было 5-7 градусов внизу. Устанавливайте, пожалуйста, полочки, если, конечно, вам они нужны для хранения рассады, намного выше, вот метр-метр с лишним. У нас, я сейчас еще раз покажу, они почти под самой крышей, вот они в самом-самом верху, именно в этом самом верху всего теплее. Тут очень тепло, даже в холодную ночь, потому что все знают, что по низу, внизу, рано весной очень холодно, еще холодный грунт, если за окнами, там за стеной снег, то еще оттуда идет холод, и весь холод, он скапливается внизу, а вверху очень тепло. Вот это видео вопрос, ой, видео ответ на вопрос, почему так высоко, зачем такие трудности, проблемы, лазить куда-то на подставочках на каких-то. Вот это все для рассады, все делается, все наши действия в огороде направлены на то, чтобы лучше было растением, чтобы качественная была рассада, чтобы у нее были комфортные условия. Если у нас в Сибири, ну, нет тепла очень-очень долго, то хотя бы повыше ее поставить, где она может в более теплых условиях сидеть в этой холодной теплице. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это ответ на вопрос, почему так высоко мы сделали вот эти стеллажи.